Здравствуйте, вы в футбольном клубе. Я Василий Упкин. Сегодня пятница, тринадцатая. Главное, что все-таки пятница. Можешь сыграть вперед, можешь сыграть назад, можешь сыграть... Привет, друзья. Это Егоров. И в нашем телеграм-канале мы сообщили о нескольких людях, с которыми мы решили расстаться, которые покинули клуб. Это Саня Фифа, Губинью, а также Саня Ткачук. Вы поставили 500 реакций, 500 сосисок, для того, чтобы я объяснил, что же все-таки произошло. Ну, это очень легкая прогулка для вас. В следующий раз это будет стоить, я еще не решил, тысячи или полторы тысячи лайков. Надеюсь, что в следующий раз не будешь, мы не будем ни с кем расставаться. Но сейчас придется объяснить, почему мы с каждым разошлись. Итак, начнем с самого простого расхода. Это Александр Андреев, Саня Фифа. Саня долгое время находился на небольшой зарплате, у него много других дел. Мы его особо не трогали, иногда он принимал участие в съемках и ездил с нами, кайфовал на выезды. С Нового года мы уже видели и знали, что Саня в том числе уже как-то числится в команде Фиферов. И, ну, хотя это не повлияло, не брали его ни в Абу-Даби, ни в Турцию, потому что, грубо говоря, одна лишняя путевка стоит в размере 200-250 тысяч. И брать Саню, учитывая, что контентом, ну, конечным продуктом занимаются у нас там и Губини, и Ткачук, и другие ребята. Ну, просто не было смысла. Более того, мы даже думали не брать ребят из Губини, потому что это все равно футбольный турнир очень серьезного уровня и в Турции, и в Абу-Даби. И просто это очень дорого стоит. Вот, решили не брать Саню. После того, как мы приехали, Саня обратился и сказал, я не понимаю вообще, в команде я нахожусь или нет. Вот, скажите мне, потому что сезон скоро начинается, и нужно будет понимать, в какой команде. Я сказал, Саш, напиши, пожалуйста, что ты хочешь делать в броуках, чем ты хочешь заниматься, как в идеале это должно выглядеть. Он сказал, конечно, все, сейчас напишу, сейчас все будет. Вот, в следующий раз Саня написал, я ему напомнил через неделю, и еще через, ну, через пять дней, еще через один день он ответил, что его устраивает все так, как было, что он просто принимает иногда участие в каких-то съемках, вот, времени у него ни на что другое нет, чтобы просто он иногда там приходил на матч, получал какую-то денежку, и все. Я сказал, ну, окей, хорошо, вот скоро будет съемка «Крестного отца», ты в ней примешь участие. Но почему-то сегодня утром Саня написал, сказал, что, ну, ладно, наверное, мне нужно что-то новое. Я предполагаю, что Саня так написал, потому что уже написал в своем Телеграм-канале Ткачук о том, что он уходит. Ну, у Сани, то есть, тоже были мысли о том, чтобы уйти, но, в принципе, он уже и в другой команде был. Хотя Саня так всегда уходит, что иногда возвращается. Саня Ткачук, что произошло? Я считаю, что Саня Ткачук, как вообще медийное лицо, очень сильно вырос. Он еще до того, как мы его брали, он был, работал в мяч-продакшене, и когда я его приглашал, он мне писал расценки, что там, по-моему, шортс от 500 тысяч просмотров у него там стоил тысячи рублей буквально. Вот, то есть, тогда это был парень, у которого там денег было немного, когда букмекеры ему вообще там давали в сущие копейки. И я тогда говорю, Сань, давай просто без вот этого вот там KPI, без всего просто я тебе буду там платить сумму, которая там примерно в два с половиной раза там или в два раза больше, чем то, что бы ты наделал шортсами. Вот, просто будешь там всегда в команде находиться, мы как раз там, может, реальных броуков, ну, типа такой проект создадим, где будут играть медийные. Вот, Саня работал, но у Сани и росла его значимость, и в какой-то момент Санек устроился и в Динамо, и получил больше полномочий на мяч-продакшен. И это, конечно, не могло не сказаться, так же у него были другие работы, потому что мы просто его стали реже видеть, ну, намного реже. Если раньше он там иногда приезжал на тренировки, там на все товарищеские матчи и так далее, ну, просто там тусовался, что-то снимал, то сейчас фактически это превратилось, на мой взгляд, я могу здесь быть неправ, в конвейер, где Саня снимает там из одних и тех же локаций для 4-5 каналов примерно одни и те же шортсы. Да, они круто собирают, он монополизировал рынок, это дает там KPI и все остальное. Но, в принципе, ты не можешь отличить, что вот это продукт броков, ты не можешь отличить, что вот этот продукт еще от кого-то. И там буквально последний месяц мы там Саню, ну, грубо говоря, вообще не видели. Вот, и поэтому я также написал Сане, Саш, пришли мне, пожалуйста, план на март, что бы ты хотел делать, что ты думал бы делать в броках, может быть, нам что-то еще придумать. Вот, в течение там двух или трех недель я от Сани никакого ответа не получил. И когда было вчера собрание, после моего возвращения первое, Саня не приехал, просил там передать через кого-то, что он занят, он действительно занят, но он не написал мне, а эта встреча все равно организовалась, мы могли подобрать время. После этого я написал Сане, что, Сань, ты сделал шаг, два-три шага по сравнению с тем, что было сейчас. Ты уже независимая единица, и поэтому я думаю, что нам, наверное, и для тебя это тоже уже абуза, нам, наверное, проще разойтись. Тем более сейчас, ну, грубо говоря, будем честными, это я про Губиню расскажу, определенные есть моменты. И нам нужно либо развивать своих игроков, которые бы также снимали шортсы, что мы и планируем сделать, либо брать кого-то молодого, который всегда будет при клубе, и для меня это важно. Более того, Саня сказал, что тогда не отвечал мне две-три недели, потому что не хотел, чтобы его контролировали, и думал, что я забуду это. Ну, забуду, что спросил, как он видит в дальнейшем сотрудничество. Вот, поэтому получился такой расход, и мне хочется немножко другого контента. Получится он или не получится, не знаю. Что касается Губиню, изначально ребята приходили еще в августе, мы договаривались о том, что они полностью под себя возьмут в футбольный клуб реальные броки, что этот клуб будет вызывать резонанс в их матче, что они там будут с кем-то договариваться, играть в матчи, либо придумывать какую-то концепцию. Но фактически я концепцию увидел чуть позже в футбольном клубе Банка, который взяли под себя ребята из Амкала, и вот то, что сделали футбольный клуб Банка, мне очень понравилось, при том, что, ну, я не думаю, что там большие затраты на Банку были. Что выходило как реальный брокер, это, опять же, вкусовщина у нас, мне не нравилось. Вот, ребята написали в прощальном сообщении о том, что там, мы не умеем делать новости, но новости никто не просил делать. Изначально хотелось все-таки, чтобы реальные броки существовали. Естественно, тогда, когда мне не нравилось, и это не вызывало никакого резонанса, естественно, было решено не снимать это. А я предложил, давайте делать шортсы, как они делают, только про нашу команду, про наших игроков. Вот, был снял один шортс про Коржа, и больше шортсов на эту тематику не снималось, хотя ребята, конечно, были в форме, но фактически хотелось вот чего-то такого. Потом мы договорились о съемках документального фильма. Опять же, я могу здесь быть неправ, но, условно, там, фильм про Игоря Звездина мне, честно говоря, ну, не то, что не зашел, но он не вызвал никакого резонанса. Я даже не знаю, какую вытянуть оттуда цитату. Может быть, ребята имели в виду вот эти новости. Но когда ты разговариваешь с Игорем, интересных подробностей в его жизни намного больше, чем на камеру. И когда фильм снимается про Майкла Джордана, он изливает душу. Если мы называем это документальным кином, то там должно быть изливание души. Последний фильм, который ребята снимали, это фильм про Райзена и Бои, но сегодня уже 20 марта. Опять же, здесь, возможно, проблемы с монтажерами именно, но если это ваш проект, то вы должны долбить монтажеров, говорить, мы нашли другого монтажера, он нам все сделал и так далее. То есть меня, в принципе, немного не устраивало, что происходит. При этом у себя очень супер две творческие единицы. Я надеюсь, они не будут расстраиваться от того, что я что-то говорю, потому что это касается только броуков, что касается их контента. Он прекрасен, замечательный и так далее, но я не вижу смысла. Опять же, учитывая, что сейчас очень дорого обходятся футболисты, чтобы они могли выдерживать конкуренцию команды ФНЛ, чтобы они могли выдерживать конкуренцию команды РПЛ, а мы будем с командами РПЛ играть этим летом. Не буду рассказывать подробностей, ну, будем играть с командами РПЛ, чтобы все-таки выиграть лигу. Ты должен инвестировать сейчас жестко в футбольный клуб. Это правило МФЛ. И просто так за присутствие платить хорошие деньги, ну, они действительно, ну, не суперденьги, но учитывая, что это два человека, то это, ну, нормальные деньги. Я не вижу смысла. И я думаю, что ребята, если бы они кого-то хотели нанять к себе, они бы тоже в первую очередь оценивали, нравится ли им тот контент, который они делают, или люди, которые их наняли, делают для тебя. И резонансен он или нет. Все просто. Поэтому было много разных вариантов. И самый главный, наверное, еще проблема, что нельзя им было тренироваться. И поэтому тоже это был отрыв от команды. То есть мы ребят там не видели ни на тренировках, ни на каких-то там событиях. Если посмотреть их телеграм-канал, то там, начиная с Кубка ФНЛ, может быть, одно или полтора сообщений от Бруков. Даже когда мы там, по-моему, в Енисей обыгрывали, там ничего не было. Поэтому я тоже подумал, зачем мне платить деньги. Мы лучше будем делать сами и будем пытаться развивать футболистов. Тем более сейчас появится студия. И знаете, если бы у нас сейчас по тому же контенту и просмотрам, учитывая наличие тех же ребят, все было супер и все было хорошо, то можно было бы говорить о том, что как вы смеете все то, что хорошо, менять. Но так как хорошо не было, так как хорошо все-таки не было, то, наверное, нужно придумать, придумывать что-то новое и для ребят тоже освободиться время для личных проектов. При этом, я повторюсь, личные проекты у них суперские. Я думаю, я достаточно подробно все объяснил. Более того, это все, естественно, принималось не в один день. Это назревшее решение давно. Может быть, оно назревало еще с конца прошлого года. Просто разные варианты мы пытались предложить, потому что не хотелось расставаться. Но в итоге получилось именно так. Считаю, что я был предельно с вами искренен. И, конечно, это все то же самое, примерно, можно сказать, Ryzen. Поэтому могу лишь сказать, что, конечно, может быть, хотелось бы, чтобы не уходил Саня Фифа или Ткачук все-таки написал. Пацаны, я хотел бы заниматься вот этим и этим, но мы реалисты. Вот поэтому ни Саня Фифа, ни Ткачук, я думаю, не напишут. И вовлеченность не повысится. Это был Егоров и Броуки. Пока.